например, в том, кто вверх, в версии этого. Итак, здравствуйте, сегодня 30 июня 2016 года, Москва, планета Земля. В этот номер шляпников привыл камеру там. Да, вот, там, на камеру. Слава Бога, вы предков наши. А вы здесь хотите развязать, чтобы показать вам? Да, да, все готово, так. Так, вы получаете спрос, констатусы, пока, ну, да, варят, конечно. Ссылочка, пожалуйста. Ссылочка. Все, готово, теперь, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сейчас лучше скучно. Да, 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 все, звук нормальный, но я в линействе, значит так и в Ютубе. Всего большое спасибо за помощь, Николай Яровков, популярная грамота. Ай-яй-яй-яй, здравствуй Ярослав, давно тебя не видел. Ну, тебя попиарили тоже немного. Ладно, Владимир Шляпков делает доклад. Ну, это не доклад, это план поездки. Доклад будет завтра, думаю, со слайдами. Мы переработали, еще раз можно озвучить, сегодня 30 июня 2016 года. Мы собираемся экспедицию в Крым, ежегодная экспедиция глобальная волна 2016 года. И те, кто следит за нами, может быть, видели детальный план подневный, первую версию нашей поездки. Но, к сожалению или к счастью, мы переработали первую версию, теперь на вторую версию с небольшими временными подвижками. Но по содержанию, в принципе, то же самое. Не в принципе, а точно то же самое. Мы отправляемся это воскресенье 3 июля в 12 часов из Москвы от Тесла Холла, где находится лаборатория глобальной волны. Направляемся в сторону Воронежа, шестичасовой перекон. Едем на трех машинах. И первая остановка у нас, не доезжая 4 километра от Воронежа, на берегу водохранилища местного, в лесу Воронежское водохранилище. Там будем первую остановку ночевать. Следующий день 4 июля быстрое ознакомление с Воронежем. Те, кто живут в этом городе и хотели бы встретиться с глобальной волной, пожалуйста, оставьте, свяжитесь с нами либо через ВКонтакте, либо можно позвонить Ярославу Старухину. Номер Ярослава выложен в интернете. Но, во всяком случае, посмотрим Воронеж 3 часа и следуем дальше в Ростовскую область. Длинный шестичасовой перегон. Возможно, мы подъедем к границе ЛНР. Там недалеко, буквально 20 километров от трассы. Ярослав, ты заслонил на… Нет, это сейчас Хаммерс. А, ты… Это Хаммерс. Возможно, но это мы не можем гарантии. Посмотрим по ситуации, что действительно происходит на границе между Россией и ЛНР. что говорят люди. Возможно, мы туда подъедем и снимем интервью. А 4-го числа вечера мы останавливаемся в Ростовской области в местечке, который называется Оксай. Ну, в принципе, это Ростов-на-Дону. Место это известно тем, что там находится по неподтвержденным слухам или публикациями в интернете находятся большие катакомбы, которые идут даже до самого Азова, то есть приличное расстояние. И множество всяких мистических историй связано с катакомбами. То есть мы посмотрим этот объект. Если, конечно, найдем, если нас повезет и все сложится. Это 4-го июля вечера. 5-го июля перегон Ростов-Краснодар. Ознакомление, быстрое ознакомление с Ростовом. Ну, порядка 3-х часов может быть быстрее. Те, кто живут в Ростове-на-Дону, имеют возможность встретиться с активом глобальной волны 5-го июля. То есть 5-го июля мы двигаемся в сторону Краснодара, встречаемся с нашими поглонниками в Краснодаре. Тоже быстро, нет, без затяжек. То есть, ну, предусмотрено 3 часа знакомства с Краснодаром. И мы останавливаемся в поселении, ну, во всех случаях, по плану поселение «Сказочный край», которое находится недалеко от станицы Григорьевской. Это 20 километров от Краснодара. Там мы планируем, во всяком случае, остановиться на ночлег и ознакомиться с этим эко-поселением. Фотографика. Сейчас я фотографии покажу у этого поселения. Выведу на экран. Да, это будет 5-го июля. И 6-го июля мы двигаемся к перебраве и надеемся на скорое прохождение перебравы. И ночлег 6-го июля уже будет в районе Керчи, в автокемпинге, который находится не очень далеко от Керчи. 6-го числа Керчь и переправа. 7-го числа у нас очень важное мероприятие. У нас запланировано ознакомление с мегалитическим объектом «Царский курган». И также сравнить этот объект с развалинами древнего Пантикопея, древнего города, который находится на территории современной Керчи. И посмотреть все-таки те же технологии, использованные строителями Пантикопея и строителями мегалитического объекта, который называется «Царский курган». Ну и так до 8-го следующий день, либо 7-го, если мы успеем, то мы обязательно познакомимся и посетим Аджимушкайские каменоломни, которые тоже находятся в Керчи. Это очень интересный объект, связанный и с древностью, и с временами Великой Отечественной войны. Защитники Аджимушкайских каменоломни повторили подвиг Брестской крепости. То есть, стояли насмерть, да, из 10-тысячного гарнизона не выжил почти никто. То есть, подвиг совершили такой подвиг. Для меня интересно посмотреть все-таки, как выглядят Аджимушкайские каменоломни. По именно, какие технологии были использованы при добыче камня, выработке камня. Там ожидается, что мы увидим смесь различных времен. И на что я надеюсь, что я надеюсь найти следы 4-миллиметрового инструмента, который мы ранее показывали и будем показывать в районе катакомба Апука. Но доедем, увидим, что были ли использованы эти выработки, или сделаны эти выработки древними, либо это более современные. Посмотрим, не будем загадывать. 7-ое число Керчь и 8-ое число Аджимушкайские каменоломни. Вечером 8-го числа мы проедем 40 километров от Керчи на территорию Апукского заповедника и разобьем там лагерь на пару дней. И повторю, что Апукский заповедник находится не очень далеко от Керчи, километров 40-50. Разобьем лагерь на берегу моря. И 9-го числа будем исследовать Апукский заповедник, Апукские каменоломни и снимать сюжет об этом. Также, если успеем, посетим Солончаки, соляные озера, которых много в районе Апука. Да и вообще очень красивое место. Много чего есть посмотреть. 9-ое число, 9-ое июля, Апукский заповедник. Так, 10-ое число. 10-ое число мы двигаемся буквально 20 километров по Керченскому полуострову на другую сторону Керченского полуострова и останавливаемся в месте, которое называется Бухта космонавтов. Это на берегу Азотского моря. Любуемся красотами Азотского моря, местных пляжей, а также изучаем интересные объекты, которые находятся там. По, я повторю, по неподтверденным данным, от южной стороны Керченского полуострова до северной, до Бухты космонавтов, были проходы, катакомбы, использовались в последний раз во времена Великой Отечественной войны для транспортировки оружия. И после войны вот эти катакомбы воды были взорваны. И вот как раз в Бухте космонавтов находится место, предполагаемое место выхода из этих катакомб, которое было взорвано. Вот это как мы и посмотрим, так ли это, есть ли предпосылки к этому. У нас много людей, и есть возможность место хорошенько прошавить. Это будет 10 число, 10 числа Азовское море, Бухта космонавтов. Так, 11 число мы двигаемся из... ...сего, находится к городку Ленина в сторону Судака, Алушты. Ну, с небольшим... Атомную станцию посещаем? Да, атомную станцию есть возможность посетить, ну, буквально часик заглянуть, то есть мы будем... Подняться на крышку достаточно? Да. Режимный объект не допустится. Ах, хорошо. Достаточно. Потому что атомную станцию... Потому что... ...межная. ...кримская крышка, то есть разворовывается. А, БУш. Слушай, принимай, воспринимай, если я говорю, то есть если мы говорим, мы уже понимаем. Мы уже были, да. А я думаю, нифига, я знаю Белоярская. Нет, там не запущено. Режим готовности был 95%. Да. Посмотрим чудеса бетоноспроизводства. Современных, современных творцов, современных советских технологий, и все могущество, все... А вот или у камер. Что-то скажет нам в прямой эфир. Может, в своих беседах... Не, мы просто обучиваем подневный план. Так что, да, мы сделаем небольшой сюжет с развалин крымской атомной электростанции. почувствуем настоящими этими самыми сталкерами. Да, на часок буквально. Ощущения. Это все 11-го числа. Нет, это даже мы не успеем 10-го числа. 11-го числа вот едем в сторону Алушты с небольшой остановкой в Судаке и в хостеле останавливаемся. Прилегающихся местах и вечером 11-го числа мы прибываем в Алушту, в хостел, который находится в Алуште. Там нас ждет наш соратник Вячеслав. и там мы будем остановиться 3 ночи. То есть как бы так 11-го числа прибываем в Алушту. В Алуште у нас будет быстрый интернет и скорее всего 12-го числа мы сможем с большой вероятностью сделать конференцию по предварительным итогам нашей поездки ну и ответить на вопросы послушать пожелания наших зрителей. 12-е число Алушта интернет-конференция из хостела Вячеслава в Алуште. Ну а так море, солнце, пляж поклонилось. 13-го числа 13-го июля тоже стоим в Алуште будем посещать крепость к Фуну, которая находится недалеко от Алушты. И так, и на следующий день утром 14-го числа мы двигаемся на на один из наших главных целей данной экспедиции объект массив Бойко доедем там часа за три от Алушты до Бойки и 14-го числа мы прибываем на Бойко на Бойко мы как поедем? По какой части? По береговому через перевал? Поедем по быстрой дороге по ближайшей Алуште но с Бойки мы будем возвращаться через 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 Ай-Петли через Серпантин и до этого еще дойдут то есть мы в обратную сторону да в обратную сторону то есть вот так 14-го числа мы прибываем на Бойку и разворачиваем там лагерь скорее всего на самой горе Бойко разворачиваем лагерь ну на 15-е число у нас запланировано на вечер у нас будет мегатусовка энергетическая на горе Бойко ну а днем если удастся мы будем посмотреть пару интересных объектов с хранителем горы Бойко Сергеем Лисниченко 15-е число то есть на горе Бойко 15-е число также мы встречаемся с уфологом Вячеславом тоже будем поднимать тему уфологии которая нам тоже близка над Крым над Крымом видят много неопознанных летающих объектов свидетелем одного из таких событий я лично был в 2014 году это не редкость очень много над Крымом летает НЛО будем говорить об уфологии 15-го числа так дальше вот 16-е число тоже полдня Бойко тоже посмотрим пообщаемся с Сергеем хранителем и вечером будем двигаться через перевал через Айпетри по Серпатину вниз к месту которое называется храм солнца и там тоже предполагается совершить ночлег тоже очень интересное место многие о котором слышали находится на южном берегу Крыма возле Ласки храм солнца мегалитический комплекс некоторые говорят что это и к этому мнению я стоял тоже что это древнее сооружение древних некоторые считают что это чудо природы но место очень интересное и там мы обязательно побываем так шестнадцатое число Ласки семнадцатое число мы двигаемся в сторону Севастополя и развиваем лагерь в бухте Казачья в месте который называется второй маяк если меня я не ошибаюсь в Севастополе мы будем находиться до девятнадцатого числа по дороге в Севастополь мы останавливаем замечательные пляжи восхищаем мы с фиолен будет ну в общем это восемнадцатого числа восемнадцатое число восемнадцатое июля посещаем мегалитические объекты следы древних технологий которые находятся около Севастополя в районе Инкермана купаемся в замечательном карьерном озере пресном очень теплом и с очень прозрачной водой которая образовалась путем когда добывали камень вскрыли ключ и скоро весь карьер каменный известняковый карьер заполнился водой глубина там метров шестьдесят очень привычная это будет восемнадцатое число девятнадцатое число у нас тоже Севастополь свободное время Севастополь это очень интересный город есть чего посмотреть развалины Херсонеса например и двадцатого числа утром мы двигаемся из Севастополя через Симферополь в Симферополе мы останавливаемся на пару часов посещаем музей Таврида там мы смотрим слепо знаменитый тьму тараканской стелы где можно убедиться что письменность у славян была намного раньше чем Кирилл и Мефодий пришли на Русь и можно даже потренироваться знания древнеславянской буквицы и посмотреть поймете ли вы или нет что написано на этой стеле там находится слепо настоящее стало но слепо ну также интересный музей есть что посмотреть 20 число 20 числа также будем двигаться в сторону Беодосии и надеемся пройти переправу в обратную сторону в сторону Тамани и вечером ночлег на Таманском полуострове так 21 числа двигаемся в Геленджик и все 21 число это изучение дольменов которые находятся по близости так 21 число еще запланирована встреча с ученым если он будет в том районе если он будет в том районе то и ночлег возле дольменов 22 число двигаемся в сторону Волгограда перегон Геленджик Волгоградская область на территории Волгоградской области дальше 23 число мы покидаем Волгоград остановимся в Волгограде на несколько часов и остановимся в очень интересном месте которое называется находится между Волгоградом и Саратовом это диапатогенная зона очень известная очень известная своими электрическими феноменами есть даже место которое называется долина шаровых молний по неподтверденной информации хотя есть в интернете документальные фильмы то есть многие группы исследователи посещали эти места и видно что деревья носят следствие от попадания вот этих явлений шаровых что если нам повезет может быть мы можем увидеть настоящую шаровую молнию Медведицкая гряда 24 число исследования геопатогенной зоны на Медведицкой гряде и двигаемся ночуем ночлег на берегу Волки возле Самары вот и Саратова точно спасибо в Самару мы не поедем но в Саратов мы заедем 25 числа быстрое ознакомление с Саратовом и двигаемся в сторону Пензы небольшая остановка в Пензе и где-то там станем тоже на ночлег возле Фензе 25 число 25 июля 26 июля перегон Пензе Рязань ночлег возле Рязани Москва есть там одна геопатогенная зона но скорее всего мы это место посетить не успеем просто потому что график у нас сверх насыщенный но по плану 26 числа ночлег возле Рязани и 27 это последний день нашей экспедиции перегон Рязань Москва и вечером 27 июля мы приходим в масло по пути исследований будем брать пробу воды полтора литра будем по возможности брать пробы воды для экспериментов для выпаривания и проверить наличие редких просеянных элементов да то что мы пытались делать в прошлой экспедиции но так как мы ехали летели на самолете не имели возможности ввести бутылки с водой но сейчас у нас немножко другие возможности то есть попробуем взять пробы для для Шестопалова Анатолия Васильевича потому что мы внимательно все трансляции смотрим слушаем поэтому низкий поклон Анатолия Васильевич и большое спасибо за информацию по дольмитам у меня была возможность взять металлоискатель но я прикинул подумал если даже есть артефакты но они не металлические если мы говорим о наследие предков то что было до потопа 13 тысяч лет назад до последнего потопа то металлические изделия конечно не могут сохраниться с ними не говорим сантех или из благородных металлов но это очень маловероятно что что-то такое осталось учитывая все катаклизмы которые которым сопровождалось это событие они находятся на достаточно глубокой замегания металл скарик просто все это была программа это была детальный план экспедиции глобальная волна 2016 вторая версия мы отправляемся 3 июля в 12 часов из Москвы но можно останавливать чтобы не затягивать не затягивать эфир это так состав зачитываю состав состав полностью да владимир Ярослав Старухин, Марго, Вадим, Михаил, Антон, Анна, Ольга, Алексей. И на последней машине в черной волне едет Игорь Усип с супругой и другом. Итого номинал-человек. Ну, в принципе, все. И хочется еще сказать, что если вы смотрите глобальную волну и проживаете в одном из мест, городов, которые мы будем посещать, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Будет интересно с вами пообщаться. Может быть, вы приехать, имеете возможность в наш лагерь. Мы можем с вами созвониться, списаться через ВКонтакте. Материалы мы будем публиковать ежедневно по возможности. И в формате, так называемого, интеллектуального реалити-шоу. То, что мы видим... Владимир, я второго часа сообщу, если я поеду. Хорошо, хорошо. Будем пытаться выкладывать все материалы, которые мы снимаем. Потом, конечно, по возвращению с материалами мы будем работать. Что касается мегалитов, наследия предков. Но другие всякие материалы мы будем выкладывать как можно скорее. И если вы проживаете на маршруте, при этом они на нашей экспедиции, то вы можете свидаться с нами через ВКонтакте, группу. Либо можно даже позвонить на номер Ярослава Второй. Ну, в общем-то, все. Скажешь, что берем обязательство сочинения стихи. Да. Развивай. Будем поездка касается не только материальных вещей, как следов древних, высокоразвивающих цивилизаций, но и также вещей, связанных с духом, эзотерикой. Будем посещать места силы, энергетические места. Будем делиться своими впечатлениями. У меня даже имеется путеводитель очень хороший. Если можно... Синий. Вот так у меня, называется, доказатель Велесова книга. Очень интересная книга, которая повествует... Ну, наука как бы... Академической наукой она до конца не признана, но, как говорится, в этой теме... Тема очень скользкая. Что касается наследия предков, славян, эта тема сейчас очень активно... Ведется очень активное противодействие, замалчивается, искажается. Но суть в том, что вот в этой книге рассказано о том, как города Крыма, такие как Херсонес, Хорсу, Судак и Керчь были основаны нашими предками, славянами. Еще за многие сотни лет до нашествия Греба. Рассказывается также о том, откуда вообще прибыли славяне на территорию, на ту территорию, которая сейчас называется Европой. Краснодарским краем, Крымом, а тогда это называлось Рассколанией, Скипией. Много названий всяких было. И что замечательно, еще смотрели с родинами, именно с этим изданием, я скажу, что это издание, это перевод и комментарий Валентина и Юлии Генатюк. Что тут указано так, что одна страница оригинал дощечки, что стояло на дощечке, каждый может, если занимается изучением древнеславянской курицы, может сам почитать и сложить свое мнение. Я на другой странице стоит перевод. То есть вот эту книгу можно использовать как путеводитель по Крыму, по Рассколании. Ну, к Велесовой книге мы еще вернемся. Вот и наши поэтки. Мне не надо было докладчиться, она занимается переплетом старинных книг, в основном это библейские книги. Я спрашивал, какую самую древнюю книгу вам приходилось реставрировать. И зашел разговор о Велесовой книге. Я спрашивал, знаете, что вот есть такая книга на деревянных площадках. Она даже не знает информацию про его на Велесовую. То есть это человек, который занимается стримингом рукописи. То есть представляете, какую книгу вам Владимир расскажет, покажет, что если даже специалист какого класса не знает эту информацию. Ну, как говорится еще раз, что против нашей культуры, против наших парней ведется сейчас война. Война эта идет на протяжении уже несколько тысяч лет. Пошли, где эту книжку купить? Так. Где купить? Привесовую можно даже не купить. Можно... Существует очень много перевода в Велесовой книге. Легче всего в ВКонтакте в разделе документы. Забиваете просто в Велесовую книгу. И сразу можно бесплатно скачать штук пять различных переводов в Велесовой книге. В принципе, если взять просто переводы без оригинального текста, по страниц, может быть, пятьдесят, не больше. Именно информация с того, что каждый может почитать, ознакомиться. Ну, а вот эту книгу, ну, я думаю, что на Озоне есть, вот так называется, Велесова книга со словарем переводы и комментарии Валентина и Юлия Игнатьева. Девятое издание. Именно вот эту, которую я держу в руках. Но какой самый ну, первое, первый перевод Велесовой книги это перевод Леснова Сергей Лесной или нет, ошибаюсь, Лесной, которая была сделана в пятидесяти, тридцатых годах прошлого века. То есть, ну, сейчас существует очень много переводов в Велесовой книге. Еще раз скажу, что отходят, это все пошло, во время гражданской войны в одной из усадеб около Запорожья белым офицером, фамилия которого Изенберг, были обнаружены дощечки, родовые. он увидел солдата, который хотел растопить камин, какие-то шишки. они валялись, была библиотека, библиотека помещика, который там прорывал, даже вот есть фамилия, я могу об этом рассказать, запамятовал, фамилия, что это было за родовое поместье, но факт за фактом, что было обнаружено порядка сорока дощечек, и на дощечках были тексты, тексты были на древнеславянском языке, в котором и датируются эти тексты задолго до так называемого так называемой Кириллицы, Кирилла и Мефодия, и повествуется о временах, о далеких временах, о переселении народов, как славяне пришли в Роскуланию, войны, которые шли про период до как появились греки на территории Крыма, Роскалании, ну и вот обрываются самые поздние дощечки, относятся к периоду князя Дера и Аскольд. То есть это 900-е года. Очень интересно, то есть и это имеет непосредственное отношение к нашей экспедиции и позволяет немножко посмотреть другими глазами историю Крыма и Краснодарского края и прилегающих областей. Суслов-то что там объявлялся, нет? Юрий Алексеевич не выходит на связь. Пропал Юрий Суслов, дорогие друзья! Ау-ау! Нет, 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 нет. не сейчас конец. Давай, набирайся. А у меня камеры. Какая разница? У меня нет. Зачем две камеры? У меня нужно нас остановить. Не надо снижать. Не надо мы сейчас узнаем Юрий Суслов про соединиться к нам или нет. Потому что есть смысл студийной работы в прямом интернет-профере. Конечно. Ну, большое спасибо Владимиру Шлимову переход к хода. Наш ведущий вызывает Юрий Алексеевич Суслова. Юрий Алексеевич не отвечает. Ну, бывает, бывает. дела, забота. Просто ее засняли. Вот. Нет, сколько наоборот там должно быть. Его слышно должно быть. Юрий Дай сюда. Извини. Я расслаблю вас, прикалываю. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. И вам здравия. Да, Юрий Алексеевич, здравствуйте. Мы в прямом интернет-эфире «Глобальная волна». Владимир Шляпников только что сделал доклад о графике перемещения по Крыму. Хотели узнать, что у вас получается повидаться нам? «Да, да, да, сломал Петрович, я аплодирую. Я тут только смаз выжил, я сломал там заездок, у меня не получилось. Это у меня настолько жесткий график, я не смог. Ну, ничего, ничего. Юрий, у нас переправа 6-го числа назначена. 6-го Ориентируйся на 6 число, а ты будешь на машине, с тобой кто-то будет еще? Юрий, кстати, 21 числа мы будем в Геленджике, в районе Геленджика, исследовать дольмены, тоже можем пересечься. 21 июля? Да, июля, да. Понятно, я-то с вами поеду в Крым, но я не смогу... До конца не сможете, я просто говорю к тому, что мы вводим 21 числа в ваших краях, вот Геленджика вам близко. Нет, я платирую с вами поехать, и насколько вот, если меня не забудут, я постараюсь там подольше находиться, вот. А если получится, то до конца нет, тогда, ну, ничего здесь, переехать назад. Ну, в общем, когда мы будем подъезжать к переправе, тебе до Краснодара сколько ехать-то? Я тебе позвоню. 5-6 часов езды. Хорошо, я заранее тебе позвоню, чтобы нам уже на переправе состыковаться. Да, 6-го вечера. А в Краснодаре вы не собираетесь? Юрий, еще продиктуй номер своей машины, мы попробуем 3-го числа забронировать паром, чтобы на твою машину тоже сделать. Это будет либо Мерседес номер 008, либо Ауди, пусть седьмая, товарищ Аркеннику. Седьмая, короче, как он называется? Ланг Крузы? Не, не Ауди. Ну, там номера, ну… А, и буквы, буквенное обозначение и номер региона. Слушай, это я тебе сообщу позже, на Мерседес могу сейчас дать номера. Ну, давай на Мерседес. 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 Н, русская, H. 008, AE. 123. Вот, ну, возможно, это заранее надо туда на переправу. Мерседес, это все закончится? Юрий, Юрий, хотели спросить у вас статус, как вообще сейчас переправа? Большой длительной очереди, у нас есть возможность либо заказать переправу 3-го числа перед выездом буквально, либо просто вот поехать и надеяться, что… Нет, заказывать надо. Юрий Алексеевич, ты чего куришь? Ну, прямой эфир. Ну, прямой эфир. Я не сменяюсь, господа, не сменяюсь, я же все. Юрий Алексеевич, ты такого ученого Конарева, Филиппа Михайловича, в курсе, знаешь? Край муха только слышал, но уточни, чем он занимается вообще? Ну, потрясающий наш ученый, посмотри в интернете, он находится сейчас рядом с тобой, под Геленджиком. Ну, есть предложение тебе с ним встретиться, пообщаться. Он как раз… Мы все с ним встретимся, если кто-то будет с нами. Ну, почему он раньше может к нему поехать? До того, как мы встретимся с ним? Конечно. Ярослав, ты раньше я никуда не смогу поехать. Я тут только прилетел с Ташкента, потом в Москву. Я сейчас все темналы упорядочиваю, чтобы к вам присоединиться. Понимаешь? Ну, ладно, добро, хорошо. Хорошо. Я думаю, что надо в режиме с Курином общаться. Нет, с Конаревым надо лично встретиться. Он рядом с тобой там, в Геленджике. Ну, чего ты? А он не хочет присоединяться, да? Он пожилой уже и не фотогеничный и так далее. Ну, понятно. Ну, тогда мы можем планировать на 21-ое число и встретимся совместно. Хорошо, добро, добро, договорились. Ну, первое, значит, подождите, значит, вы приезжаете, в Краснодаре вы вообще не останавливаетесь, да? Ну, останавливаемся три часа, так, познакомиться немного. Есть там еще альтернативщик по фамилии, сейчас я скажу, с которым мы свяжемся в Краснодаре. Фамилия известная в определенных кругах? Ну, конечно. Романов. Романов. БТГ Романова. Да, 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 да. И он закладывает в интернете, да, ролики с этим проектом. Да. Понятно. Все понятно. Ну, интересный человек, очень интересный. А это, а вы, у вас, сколько там в Краснодаре есть? Ну, это мы не знаем. Ну, слушай, будем двигаться по дороге. Роман Форд. Форд. Я думаю, что надо будет. Вы же в Ростове останавливаетесь, правильно? Да. Да, тоже. Вот с Ростова до Краснодара где-то порядка, ну, часа три езды. Значит, соответственно, вот вы будете планировать приезжать, тогда Миша мне звонок сделает заранее, чтобы я… Да, и теперь часа три до переправы, получается. Да. А, до Краснодара. Мы либо в Краснодаре пересечемся, либо тогда я на Крым поеду, вот через Крым поедете. Хорошо, добро. На связь. Хорошо, все, спасибо большое. Она созвонит. Спасибо, счастливо. Хорошо, да. Увидимся. Ну, давайте завершайте, чтобы не разбавлять тему. Ну что, надо сказать, конечно, несколько слов духовному лидеру экспедиции Ярославу Саруфину, дорогие друзья, что не будьте безучастны. Спасибо. У меня. Спасибо. Стоять. чтобы заниматься в этой жизни любимыми делами. И от каждого из нас зависит успех огромного мероприятия. У нас едет 12 человек, как когда-то 12 апостолов, но это в разных же философских трактатах. Число 12 такое сакральное, какое число, и вот не сговаривались, на момент отъезда даты раз уже 12 собралось. В чем смысл движения глобальной волны? Что перемены, глобальные перемены произойдут тогда, когда каждый из нас захочет, чтобы соседу и соседям и незнакомым людям стало в жизни хорошо жить. Вот банальный посыл. Банальный и простой. Что устаревшие технологии – это технологии дефицита. Новый научный парадигм позволяет создать мировоззрение и экономический уклад изобилия. Изобилие, когда каждому всего хватает. Вот, но об этом на канале было много, не будем размазывать воду по ступе. Пишите. Все же зависит от гражданской активности населения. Пишите в средства массовой информации. Говорите, вот такое движение наблюдаем в интернете много лет уже, все в прямом интернет-эфире, вот с такими посылами, месседжами двигаются по стороне. Пишите в администрации тех районов, которые мы будем проезжать. Сейчас уже введено достаточно давно, как вы знаете, электронный документооборот, есть электронное правительство. У каждого региона, у каждой администрации региона, у каждого района были выделены бюджетные деньги на создание электронных страниц. Там есть контакты, там есть электронные приемные. Поэтому помогайте нам, дорогие друзья, шлите туда письма, что мэр города, губернатор, депутаты могут с нами встретиться по пути следования нашей экспедиции. Ищутся единицы, которые не побоятся быть высмеянными, не побоятся быть неординарными. Но то, что сегодня экономическая модель не работает, это всем абсолютно понятно. Если Британия выходит из Евросоюза, ну все понятно, что что-то не клеится. У этих друзей буржуа что-то не заладилось. А то, что рейтинг царя-батюшки велик, ну а о чем тут говорит? Читайте выдержки и конспекты небополитики и смотрите, что происходит на планетарном уровне. Планета Земля и Россия – это та единственная точка, где могут быть реализованы природные технологии. Если вы не были информированы, вы можете спать спокойно, но если вы прослушали вот этот ролик, то вы в курсе, что мы работаем над созданием новых средств перемещения в пространстве. Это не самолеты, это не поезда на магнитной подушке, это не самолеты и даже не поезд в вакуумной трубе. Это летающие дисколеты, имеющие на борту собственные источники генерации энергии, неограниченные мощности. И данная конструкция позволяет выжить человеку в открытом космосе даже при условии уничтожения собственной планеты. То есть цель и задачи науки, которые определил Иванов Юрий Николаевич, в случае создания подобных средств перемещения в пространство отвечают поставленные задачи. В неимовернейший шаг цивилизации, всей цивилизации вперед, если мы направим все наши усилия на повышение качества жизни каждого землянина. Это мегапланетарно-космический проект обращений ко всем землянам, что технологически у нас есть возможности. Почему этого нет? Ну, посмотрите в зеркало и дайте сами себе ответ. Вы написали письмо администрации президента? Вы написали в регионы? Вы написали в газеты? Скольким людям вы разослали информацию. Ноль! Но поэтому технологии не внедрены. Ну о чем тут говорить? Все очень прозрачно. Мы с Михаилом Мадняк беседовали. То есть существует сложившаяся система государственного управления. Есть протокол, как в депутаты попасть, как принимать участие в выборах депутатских или же президентских. И что, общество в это играется? Нет. На западные гранты некие структуры раскачивают ситуацию. Либо логисты каких-то промышленников. А граждане? Ну хоть один лидер той или иной партии разве сказал, что его задача снизить тариф на электроэнергию до нуля для населения? Никто. А мы говорим, да, тариф для населения ноль. Потому что в первую очередь это население важно. Важно создать условия, чтобы у населения было жилье, чтобы население могло создавать новые системы, рождать детей, чтобы обогревать частные тепличные комплексы. У населения должны быть новые виды связи для того, чтобы получать в любой точке планеты высокоскоростной интернет-образовательные программы. У населения должна быть медицина и средства транспорта и доставки. Все это становится абсолютно элементарно с новой научной парадигмой. Ну а для широкомасштабного оповещения о поставленных целях задач мы отправляемся в экспедицию. Большое вам спасибо. 30 июня 2016 года студия лаборатории «Глобальная волна» Владимир Шляпников, Михаил Грецкий и Ярослав Сарухин. Пишите письма на кремлин.ру «Вода камень точит» и президент сам придет. Когда движение будет иметь многомиллионное количество участников, президент сам встретится и скажет «Да, конечно! Да, конечно! Внедряем! Это не я, это народ! Народ!» В нашем демократии. Спасибо! Слава богам и предкам нашим! Слава богам и предкам нашим! Возь Сергей Березюк, Максим Макшенко. Здравствуйте, други! Так, дорогие друзья! Чуть продолжается трансляция. Нет, нет, после трансляции мы опять же перепропустим и ждем сегодня анонса. Нам ехать надо. Мы поехали. Я просто немного сделаю анонс. Давай. Минут через 10-15 я открою трансляцию, не покидайте, заходите смотреть. У нас будет тут очень интересно. Может быть, мы в прямом эфире увидим устройство самозабитых. БТГ. Вот есть здесь в чате. Пишут некоторые люди странные про БТГ. У вас БТГ нет, с чем вы пойдете и так далее. Глобальная волна работает. Работают единицы. Есть болтуны, которые приходят сюда поболтать в чате по пирамидце или что я не знаю. Просто свое невежество высказать и так далее. Ну, здесь люди работают. Работают командой сплоченно. Ярослав сказал, что 12 человек нет. Еще два человека, то есть уже 14. Но это не окончательный состав. То есть люди пополняются, поддерживают нас, смотрят нас. С нами люди. Всего доброго. На этом заканчиваем. Сейчас небольшой перерыв и следующая трансляция. Я уже не вижу. Все катilde. Все катilde. Продолжение следует...